Садгуру, намаскарам. В своих предыдущих беседах вы упоминали, что причина 30% всех болезней связана с телом, а всех остальных — с умом. Мне хотелось бы узнать, если я заболею, как определить, лежит ли причина этой болезни в уме или в теле? И если по своей природе она психосоматическая, какой образ мышления и какие эмоции привели к ней? Как это узнать и исправить? И возможно ли это? Спасибо. Если ваша правая рука начинает двигаться сама по себе, делать странные вещи, бить вас, тыкать вас пальцами, это значит, что вы больны, не так ли? Не правда ли? Конечно, больны. То же самое делает и ваш ум, не так ли? Действует сам по себе, причиняет вам боль, мешает, заставляет вас плакать, заставляет вас страдать. Больны ли вы в этом случае? Если ваша рука тычет вас, бьет вас, вы определенно больны, не так ли? Да. Если ваши мысли и эмоции каждый день мешают вам, душат и мучают вас, разве это не значит, что вы больны? По вашему же собственному определению. Поскольку вы больны, эта болезнь будет проявляться самыми разными способами на уровне вашего физического тела. Сейчас это даже не ставится под сомнения. Каждая мысль, любые вибрации на уровне ума, в зависимости от типа вибраций, которые вы производите, все ваши внутренние химические процессы тоже изменяются. Все это было измерено. Если вы сейчас подумаете о тиграх, ваши внутренние процессы придут в определенное состояние, произойдут определенные химические изменения. Если вы подумаете о цветах, вновь произойдут химические изменения. Все это было измерено. И так с каждой мыслью. Если все ваши внутренние процессы изменяются, если ваш ум пребывает в этом состоянии, представляете, какое варево вы готовите? Довольно скверное, и не просто скверное, ядовитое. Если вы каждый день наполнены этой ядовитой смесью, как вы можете жить благополучно? Этого никогда не произойдет. В наши дни у нас практически нет контроля над тем, что мы едим, что мы пьем, чем мы дышим. Все это в той или иной степени отравлено. В современном обществе болезнь стали считать естественным процессом, а это большая ошибка. болезнь всегда считалась чем-то неправильным. Это ненормальное состояние человека. Человек не должен находиться в состоянии болезни. Болезнь означает, что что-то в корне идет неправильно. Но в современном обществе к болезни стали относиться как к норме. Потому что существует целая индустрия, которая живет за счет вас. Очень большая индустрия, вторая по величине на планете. Если вторая по величине индустрия на планете фармацевтическая, значит в мире слишком много людей наполненных скверным супом. Не так ли? Каждый день вам нужно что-то принимать, чтобы сделать... Нет. Если вы хотите, мы можем сделать так, чтобы это стало чудесным супом. Если ваши внутренние процессы прекрасно функционируют, блаженство — это естественное состояние. Тогда 70% болезней, существующих на планете, исчезнут. Что касается оставшихся 30%, существует много внешних факторов, которые мы не всегда можем контролировать. Они нам не подвластны. Или только в определенной степени. Если вы постоянно создаете внутри себя неблагоприятный химический состав, как жизнь внутри вас сможет понять, что вы стремитесь к благополучию? Как? Это нечестно. Жизнь внутри вас думает. Ему нравится болеть. И это вам и дает. Да? Если вы отравляете себя изнутри, чему есть достаточно доказательств. С каждой мыслью и эмоцией химический состав внутри вас меняется. Вы сами создаете яд, и при этом хотите жить хорошо. Как такое возможно? Так не бывает. С вами произойдут правильные вещи только если вы будете делать то, что правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok